Привет друзья! Основной целью данных материалов является приобретение и отработка навыка добычи огня методом трения в условиях дикой природы без каких-либо вспомогательных средств воспламенения таких как спички, зажигалки, огниво и так далее. Сразу сделаю оговорку, я не являюсь выживальщиком, такими вещами принципиально не занимаюсь вот те, кто меня уже давно смотрят, наверное заметили, что к выживальщикам я отношусь довольно скептически, если не сказать, что вообще негативно в основном из-за того, что те люди, которые пропагандируют идеи выживания в массы, сами по себе имеют очень искаженное представление о живой природе, не видят и не чувствуют цепочек и взаимосвязей в ней и вообще выдумывают какие-то нереальные сценарии и не имеют опыта нахождения в окружающей среде, в дикой природе. Весь мой опыт в добывании огня методом трения сводится лишь к единственной попытке, которая была сделана летом в походе. К слову сказать, эта попытка с горем пополам наувенчалась успехом. За основу я брал некоторые теоретические материалы, о которых я вам расскажу ближе к концу этого фильма. Поэтому можно сказать, что вот в этом деле я дилетант, по большому счету без какого-либо опыта. Прошу отнестись к этим материалам как к некоему эксперименту с попыткой воспроизвести на практике вот все те многочисленные видеоинструкции по добыванию огня методом трения сверления. Правда, тут есть одно уточнение, которое вы сейчас все вокруг наблюдаете. У нас зима и причем так хорошо подморозило. Такой стоит крепкий морозец, приятно обжигает щеки, руки. Все те материалы, которые были сняты, они в основном снимались весной или там в летний-осенний какой-то период. Мы же с вами попробуем это сделать в условиях зимы. Сразу скажу, ребят, что задача добыть огонь методом трения, она и так сама по себе непростая. А учитывая сейчас вот зиму с низкими отрицательными температурами, добыть огонь таким образом, как показано во всех этих роликах, крайне сложно. Дело в разнице температур и чтобы разогреть поверхность трения до добычи уголька, придется затратить много усилий и времени. Будем пробовать. Единственная мысль меня согревает о том, что у меня есть достаточный опыт нахождения зимой в дикой природе. Надеюсь, что этот опыт мне как-то поможет. Для наглядности я буду снимать весь процесс от начала подготовки к добыче огня до момента разведения костра. По храниметражу, чтобы понять, сколько у нас ушло на это время, буду засекать по часам. Ну что ж, поехали. Для добычи огня методом трения нам понадобится труд, веревка, нож и еще кое-какой предмет, о котором я вам расскажу чуточку позже. А пока самое время собрать труд. Что такое труд? Может, воспламеняющийся материал. Вот с березы можно собрать вот такой вот труд. Это внешние такие слои коры, они довольно тонкие. Вот это вот все пропитано хорошо смолами и будет легко воспламеняться. Также обязательно собираем и саму бересту, она нам очень пригодится для растопки. В качестве труда также очень хорошо использовать всякие сухие травянистые растения. Труд мы с вами собрали. Теперь сразу приступаем к заготовке дров для будущего костра, надеюсь, который у нас получится. Благо с дровами в этом лесу проблем нет. Лес весь завален. Очень много валежника, коряжника всякого. Сейчас все быстренько соберем. Это уникальное все время. Сten ensepле и приступаем к заготовке. Продолжение следует... Все, друзья, дрова я собрал. В принципе, как я говорю, в таком вот лесу с завалами сделать это не проблема. Единственное, что старался выбирать прямо стоящие какие-то сушины, заваленные на соседние деревья, чтобы было посуше. Сейчас мороз, поэтому вся древесина промерзшая. И заметьте, я разложил все по таким кучкам, от меньшего к большему, чтобы у нас все было под рукой. Когда, я надеюсь, мы с вами добудем заветный уголек и начнем его раздувать от трута, появится пламя, чтобы потом не носиться по лесу в поисках подпитки для костра будущего, а чтобы все было вот именно под рукой. Еще один такой нюанс. Все эти ролики с методом трения, в основном, я заметил, ребята используют древесину, такую как сосна, ель, ольха. Но сейчас зима, и вот я когда ломал, вся древесина все-таки внутри такая немного мерзлая, поэтому ее растереть до температуры тления будет очень проблематично. Я смекнул, да, более того, я, кстати, нахожусь в таком смешанном лесу с преобладанием лиственных пород, таких как береза. И я вот тут смекнул, подумал, что в качестве как раз-таки предмета для трения я буду того самого, о котором я вам обещал рассказать, самое важное. Я буду использовать чагу, в принципе, в березовом лесу найти чагу не так сложно, поискать все-таки нам с вами придется. Кстати, погода, да, мороз, вот сейчас вот видно, не знаю вам, видно, нет, минус 15, это сейчас потеплело, было с утра вообще минус 18, так что все довольно у нас жестко. Вот я пока шел, вот там вот, вот там наверху, на той березе, я увидел чагу. Ее еще называют черный гриб в народе, но очевидно, что воспользоваться нам с вами ей не удастся, она слишком высоко, ее оттуда не достать. Но это вообще хороший знак, надо сейчас внимательно будет осмотреть березы вокруг, потому что чага распространяется, и есть все шансы, что мы где-то сейчас ее найдем пониже. Давайте поищем. Вроде вижу чагу, вот, вот на этой березе, да, 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 вот она, вот она, прекрасная чага растет. Вот, в досягаемости, все как нам и нужно. Сейчас будем ее снимать. Ну вот, друзья, чагу я вот с этой березы собрал, то есть я ее нашел, где-то на все про все у меня ушло 15 минут, но поищите, найдете, не везде она, правда, есть, к слову сказать, но в березовом лесу обязательно найдете. И вот, что я хотел вам показать, ее внутренняя вот эта часть состоит из такой фактуры, как бы пористой, понимаете, о чем речь? То есть внутри она такая вся пористая, это позволит полученному в ней угольку распространяться дальше по этим порам, и он уже никогда не задуется, то есть задуть его будет крайне сложно, если и возможно, то крайне сложно. Кроме того, почему я еще решил использовать именно чагу для получения уголька, вот методом трения, дело в том, что зимой соки по деревьям практически не текут, то есть деревья все спят, а следовательно вот эта внутренняя поверхность, внутренняя часть чаги, она практически сухая, ну, то есть она чуть-чуть вот какая-то, да, вот я даже на ощупь вот трогаю, она такая чуть-чуть влажноватая, но практически сухая, то есть подозреваю, что усилий по добыче вот этого уголька я затрачу меньше, ежели бы я сейчас возился с какой-то вот древесиной и пробовал получить уголек в ней. Ну, это я не знаю, это пока лишь вот только мое предположение, чисто понимая физику процессов, да, и к слову сказать, что скорее всего весной, летом, осенью добыть уголек из чаги будет, ну, наверное, нет, наверное, тоже все это возможно, просто она будет довольно влажной, то есть пропитана соками, вот сейчас она просто дубина, то есть вся промерзшая, ну, как промерзшая, она просто внутри довольно сухая, я думаю, что все у нас получится. Вообще, ребят, существует три разновидности березового гриба, вот отчаги, я, кстати, да, читаю ваши комментарии, уже неоднократно просили рассказать вам рецепт, как я ее готовлю, обязательно вам о ней сниму подробно, потому что это действительно штука классная, не хуже еловой смолы для здоровья, да, куда я иду-то, заговорился. Так, так вот, существует три вида березового гриба, точнее сказать, даже два, это вот чага и трутовик. Есть еще, но это не гриб, это нарост, скорее, такой березовый нарост, это капа. Сейчас я постараюсь найти, вот чагу мы уже нашли, я постараюсь найти капу и трутовик, и показать вам наглядно, чем они отличаются и почему капа с трутовиком нам не подойдет для розжига. О, шикарный вариант. Ну вот, смотрите, классические трутовики растут в основном на гнилушках, то есть вот если чага растет на живых березах, то трутовики в основном уже на мертвых деревьях, и внутри у трутовика вот такие вот споры. Полезная штука, кто не смотрел мой фильм о защите от комаров, ссылочка в описании. Соответственно, вот эти вот трутовики нам для получения уголька не подойдут. Методам трения, я имею ввиду, не подойдут, но трутовики я беру с собой и позже вам расскажу для чего. А вот вам, кстати, друзья, и капа. Также растет на живых березах, так же как и чага. Но заметьте, в отличие от чаги, капа такая более светлая с виду. Все-таки чага, она черная, именно черный гриб. То есть спутать будет довольно сложно, но некоторые все равно путают. Сейчас я постараюсь вот сбить ее здесь будет. Это не так просто, как чага. С чагой вообще там довольно все просто. Ее ножом вот подрубил от основания, она сама отлетает. А вот с капой сложнее. Сейчас я попробую хотя бы кусочек отковырнуть, чтобы показать вам, как она выглядит внутри, и почему она нам не подходит. То есть вот, видите, да, это в основном, вот она такая же и внутри будет, у основания. Никакой пористости. Это такие, знаете, как бы очень сильные наслоения древесины друг на друга. Такая прессованная, очень плотная древесина. И в основном капу используют только для всяких поделок из дерева. Для получения уголька она нам с вами не годится. Помимо самой чаги, для сверления нам также потребуется, собственно, сверло, или как его еще называют, веретено, лук. Вот у меня будущая заготовка. Веревка. И верхний упор. Так называемый верхний упор. И давайте о каждом из этих предметов вам расскажу детальнее. Сверло. Сделать его можно из любой древесины лиственных пород, непринципиально. Обратите внимание на следующие детали. Вот тот конец, который будет прилегать у нас к чаге, сверлить, я сделал более тупоносым. А вот этот вот, на который будет сверху вот так прижиматься верхний упор, более острым. В принципе, смотрите, ну я же еще раз скажу, я не профи. Все это эксперимент. Главное, тут такое, я думаю, правило, чисто физика, чтобы не было слишком острым, но и слишком тупым. И вот еще какая деталь. Вот если обратили внимание, у меня здесь на этом сверле грани. То есть оно не круглое. Я, просматривая вот эти ролики, замечал такую вот ошибку, что ребята делают его круглым. Подозреваю, что при этом веревка будет проскальзывать и сверлится это все дело у нас, если и будет, то очень плохо. Результата мы не добьемся. Теперь веревка. Это, ребят, не веревка, это в принципе шнурок от ботинка. Это длинный шнурок от ботинка. Причем этот шнурок довольно прочный. Я так, я всегда покупаю, я на этом не экономлю. Я покупаю шнурки для обуви, для охотничьей обуви, очень прочные. Они прочны на перетирание, потому что при носке обуви об кожу все это дело перетирается и шнурки рвутся. То есть некачественные шнурки, они быстро перетрутся и порвутся. Вот на этом не экономьте. Веревку мы должны с вами закрепить с двух концов на вот этот лук. Также делается и с такой гнущейся упругой древесины. Вот она в принципе у нас гнется. Слишком шибко сгибать его не нужно. С этим луком нам с вами не охотиться. Веревку я делаю обычно, то есть опять же коровий узел. Кто не смотрел мой фильм о узлах, ссылочка также в описании. И одним концом сюда вот накидываю. Кстати, заметьте, я здесь вот сделал пропилы, ну такие как бы подрубы подрезал, чтобы веревка никуда у нас с вами вот не съезжала. Все, она здесь крепко. Так же самое и с обратного конца. Вот эту веревку не нужно делать в натяг. То есть она должна быть довольно свободна. Не то, чтобы там совсем болтаться, но довольно свободна. Потому что само сверло мы вот так вот сюда прокручиваем. И вот так вот таким образом вставляем. Далее, крутя лук, собственно двигая луком, оно у нас будет вот тут вот и вращаться. Но это все сейчас мы с вами и посмотрим на практике. В принципе у меня все готово. Единственное добавлю, что в трутовике вот здесь вот я сделал такое небольшое углубление для сверла. Равно как и в упоре верхнем. В общем все, с богом. Сейчас я засеку время. И пая. Так, стоп, отставить. Я вторую камеру взял, чтобы наглядно вам все было видно. Подставил, а включить забыл. Сейчас я включу ее и погнали. Все, камеры работают, все работают. Надеюсь заряда аккумулятора хватит. Разряжается на морозе, мужики прям моментально. Я набрал с собой комплект, ну ладно. В общем все, с богом, поехали. Опа, о, вылетело. Так, тут вот уже такие черненькие стали появляться. Это хорошо, но дыма нету. Вот что меня беспокоит, дыма нет. Но уже лучше. Это все вот опыт. Еще вот нажатие само вылетело у меня сверло. Еще вот это само нажатие. То есть как вот это нажимать силу прижима. Тоже надо контролировать все это дело. В общем, я сразу предполагал, что это все задача не из простых. И возможно даже ничего не получится. Я не загадываю. Вот. Будем сейчас снова все это дело. Нет, я ее домучаю, я так думаю. Так. Так, вроде пошел дымок. Вроде да, вроде пошел дымок. Давай, 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 давай! О! О! Вот это да! Ничего себе, а я тут тру-тру, вон оно все дымится. А я тут тру. Вот от неопытности. Камера, батарейка, как я и предполагал, села на морозе очень быстро садится. У меня уже вот что с чагой. То есть я... Да, время, кстати, время. Так, у нас с вами что тут получается? А получается у нас с вами, что на все про все у меня ушло 20 минут. Вот так вот. Ну, 23 минуты, ладно. То есть 20 минут. Ну, не так уж много, кстати. Я, правда, не заметил. Батарейка села. Я тер-тер-тру, смотрю, появился дымок такой. Думаю, ну ладно, значит, надо продолжать верной дорогой. Уйдете, товарищи. Потом смотрю, дымок, дымок. А у меня там уже и сверло слетело. Ну, у меня несколько раз оно слетало, как вы видели. Я слетела. Я смотрю, а там уже все тлеет. И моментально, вот, она прям моментально занялась. И вот что с ней уже. То есть, как я вам и говорил, вот это моя идея. То, что там в чаге все это быстро займется. Но все равно усилий приложить пришлось, будь здоров. Весь мокрый, устал. Так что, кстати, если у вас теплее будет, то верхнюю одежду все-таки рекомендую снять. Мерзнуть в лесу нам с вами нельзя. Все, задача, в принципе, эта задача максимум выполнена. Остается из этого сейчас. Но это будет быстро получить огонь. Берем наш с вами труд. Немножечко вот так его. Трава, она вся сухая. Она вся сухая, эта трава. Вон уже чего, с трудовиком стал. Он моментально тлеет. Так. И начинаем раздувать. Опа, вот оно. Вот и огонь, ребят. Ну вот оно, счастье. Главное, чтобы не потух. Так сразу бересту. Сразу отчет я на этом, на ледяном снегу сразу бересту поджигаем. Потому что вся эта трава, я знаю, она быстро. О, вот уже. Уже прогорела. Но это все ерунда. Вот, а береста самая, то. И подкладываем. Так, перчатки уже мешаются. Все это, конечно, ужас. Все, огонь есть. Вот так вот. Ну что, друзья. Вот, можно сказать, и программа максимум у нас с вами выполнена. С помощью лука, вот этого вот сверла и чаги добыт был уголек и разведен костер. А это значит, что зимой мы уже с вами не замерзнем. Это самое главное. Да, кстати, по времени, я же вам не сказал. Я рассчитал на все про все без съемки. То есть, сначала момента поиска, собирания трута, поиска чаги. Вот этого всего, там, собирания дров и так далее. У меня ушло, ну, считайте, 3 часа. То есть, вот так вот. И да, вот вы сейчас смотрите, конечно, с экранов. Вам кажется, что ну не так уж все это и сложно. Я вас спешу разочаровать, ребят. Это очень трудно. Вот даже, в принципе, я физически подготовленный человек. Много хожу, но у меня все ноги уже отваливаются, стоял на коленях. Вот обязательно подкладывайте какой-то каучук на снегу. Нельзя так стоять. Уже поясница. В общем, ребят, все это очень сложно оказалось. Руки, все, усталость такая чувствуется. Но, тем не менее, задача выполнена. И способ, можно сказать, действительно рабочий. Что касается погоды. Да, мороз. Я предполагал, что будут батарейки у меня на камере быстро садиться. Но в процессе я ведь сверлю, на камеры не смотрю. Одна у меня отключилась. Ну, не знаю, как там получилось, ребят. Главное, я надеюсь, вам принцип понятен. В принципе, это возможно. Но, сразу вам скажу, готовьтесь к трудностям. Легкого способа добычи огня зимой без каких-либо общедоступных средств, зажигалок, спичек и так далее, не существует. Более того, вот какие нюансы. Вот сейчас стоит сухая морозная погода. Так бывает далеко не всегда. Да, у нас вообще вот сейчас мороз. Это уникально. Прям буквально вот три дня он стоит. А до этого в основном такая минус один, ноль. Там даже плюсовая температура. Бывают дожди. То есть, фактически все тает вот это дело. Деревья становятся влажными. Чага тоже будет влажной. Все это я говорю к тому, что не всегда есть такие условия. И не всегда вообще есть, в принципе, возможность зимой вот так вот добыть огонь таким методом. Теперь вот помните, да, у меня, видите, сушится здесь трутовик. Я вам обещал о нем рассказать. Вот мы его вот так вот берем и поджигаем прямо на костре. Ну, как бы не поджигаем, он сейчас так же само начнет тлеть. Вот видите, да, трутовик у нас с вами тлеет. Мы его просто берем и вот так вот, ну, вот сделали расщеп ножом в любой какой-либо палке. Вот так вот его сюда зажимаем хорошенько. И, в принципе, все. В таком виде вы сможете, грубо говоря, переносить огонь. То есть нам вот этот уголек, ну, его можно периодически поддувать, но трутовик будет так же само долго тлеть. Фактически его задуть вот так вот будет невозможно. От ветра он еще больше будет просто тлеть. Таким образом, перейдя куда-то, если вам требуется перейти куда-то на другое место, допустим, в стоянке, вы несете огонь с собой. Теперь, друзья, как вам обещал ранее, хочу порекомендовать вам видео Соколова Григория по методике добычи огня методом трения. Считаю, что это один из немногих людей, которые действительно имеют практический опыт в добывании огня. Человек понимает физику процесса и так далее. Очень вам рекомендую. Посмотрите, я, в принципе, отталкивался от его материалов при добыче огня таким способом. Ну и, наконец, друзья, давайте все-таки внесем ясность во все эти истории с выживанием, о которых вы, вероятно, всего смотрели видео и не один раз. В настоящее время, я считаю, объективных причин и ситуаций, при которых вы вот так же будете мучиться, как я, добывая огонь методом трения, наверное, не существует. То есть все вот эти сценарии, которые вы видели, они довольно надуманы. Нет, конечно, можно предположить, там, я не знаю, ну, где-то вы оказались по какой-то причине вот зимой в минус 20, минус 30, в глухой тайге за сотни километров от ближайшего населенного пункта без снаряжения, без каких-либо средств розжига, НЗ в конце концов и так далее. Ну, не знаю, медведь разорвал, утащил вашу снарягу. Вы один, вы будете вот так вот мучиться, у вас есть шнурки, там, я не знаю, нож остался при себе на поясе. Не знаю, там еще какие, ну, Третья мировая война, упаси бог, не дай бог, конечно, какое-нибудь массовое биологическое заражение, катаклизмы. В общем, ребят, я вам скажу так, что за всю вашу жизнь, скорее всего, вот так вот добывать огонь, вот шанс и процент того, что вам вот так придется добывать огонь, равен нулю. Ну, или 0,1%, скажем так. Впрочем, мы еще с вами плотно на эту тему не общались, поэтому с удовольствием почитаю ваши комментарии, ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, будет интересно пообщаться. Вообще, наверное, могу порекомендовать вам этот материал в качестве факультатива родителям для детей выбраться на природу с отцом, с мамой, там, я не знаю, всем вместе, но это с сыном, с дочкой, это самое милое дело. И вот так вот вместо того, чтобы ребенок у вас сидел, уткнувшись в планшет или смартфон, целыми днями напролет, вот так вот выйти на природу, пусть даже куда-то, может быть, недалеко от вашего дома, просто на какой-то хотите пикничок и заодно попрактикуйтесь с вашим ребенком по добыванию огня. Вот в детстве самые яркие впечатления, он это запомнит на всю жизнь. Ну все, ребята, у меня выключилась окончательно первая камера, то есть уже запаса аккумуляторов к ней нет, на второй камере уже одна там полосочка остается на последнем издыхании. Буду я, наверное, заканчивать, надо в костер сейчас подбросить, не пропадать же костру зря. Я сейчас еще и чаек попью лесной витаминный. Вот, да, кстати, насчет средств розжига. Есть у меня мысль, ну, в принципе, если вам это интересно, пишите также в комментариях. Я готов снять материалы на тему средств розжига, какие использую я, какое НЗ, как подготовить и так далее к вашему походу, там, будь то охотничь или просто туристический. Если интересно, пишите, не вопрос, где-нибудь в мае, наверное, сделаю и эти материалы. Ребята, ну что, я очень рад, эксперимент все-таки у меня удался. Желаю вам большущей удачи, удачных вам походов. Ну и пока увидимся, буду чай заваривать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok